Привет! Я фотограф Артём Гребенев и вы смотрите программу Портфолио. Жизнь связала меня с фотографией довольно-таки необычным способом. Примерно 9-10 лет назад я начал фотографировать на маленькие мыльницы, на сотовые телефоны и совершенно не придавал этому значения. Два раза ездил в Артек, вожатым работал, фотографировал на сотовый телефон всю свою жизнь, примерно тысяча две фотографии за каждую поездку за 3-4 месяца. На свой первый фотоаппарат я копил полтора года. Я стал обладателем фотоаппарата Nikon D80, который на тот момент был вершиной моих желаний. И начал фотографировать все подряд, то есть растения, кошек, родителей, все, что было под рукой. Вся два месяца я понял, что надо углубляться во что-то одно. То есть выбирать свой стиль, находить себя в фотографии и целенаправленно к этому двигаться. Мне на тот момент очень нравилась клубная съемка. Для меня тогда эталоном был Виталий Медведев, фотограф. Мне очень нравились его работы. И я решил стать клубным фотографом. В дальнейшем будущем моя судьба свела меня с свадебной фотографией. Моя знакомая Жанна Флют и ее жених Владимир, это мой вообще одноклассник, позвали меня фотографом на свою свадьбу. Это был первый мой опыт, когда я фотографировал свадьбу. И, признаться честно, мне довольно-таки это все понравилось. Свадебная фотография меня зацепила тем, что это большая ответственность, это фотография на всю твою жизнь. Если клубные отчеты, они пролетают у людей каждую неделю, то есть фотографии меняют аватарки, добавляются в альбомы, то свадебные фотографии добавляются в совершенно другие альбомы и несут совершенно другой смысл. Это фотографии, которые смотрят родственники, гости. Это те фотографии, которые в будущем молодожены показывают своим детям. Если вы спросите меня, знаю ли я известные имена или фамилии фотографов, то, честно сказать, нет. Мне зачастую гораздо интереснее смотреть их работы, и мой день начинается с просмотра фотографий и заканчивается ими. Я делаю для себя выводы, мне нравится отмечать для себя какие-то интересные позы, постановки по свету или просто локации, которые используются фотографами как зарубежными, российскими, так и нашими аренбургскими ребятами. Ань, локоточек убираешь, локоточек вниз у нас, слегка ложишь ручку и влюбленно смотришь на Никиту. Здорово. Если мы рассматриваем фотографии свадебные, то надо понимать, что я в первую очередь ремесленник. Тот человек, который отдает хронологический репортаж свадьбы и делает его красивым и качественным. Но не надо забывать, что свадебная фотография и художественная составляющая. То, к чему стремятся многие пары для того, чтобы сделать свой альбом красивым, качественным и запоминающимся. В этом моменте я художник. Я тот человек, который стремится показать молодых с наиболее интересных ракурсов, с самых удачных позиций и сделать яркие, красивые фотографии на всю свою жизнь. В своей работе я в основном использую фотоаппарат Nikon D4. Это один из лучших фотоаппаратов у Nikon, самый топовый, можно сказать. Он позволяет снимать в любых условиях съемки при большом количестве света, при слабой освещенности, при экстремальных съемках, когда нужны резкие кадры в движении. Из объективов, если брать, то в основном я фотографирую на 85 мм. Это портретник, который позволяет делать качественные резкие снимки, при этом позволяет размывать очень здорово задний план. Но также я использую в своей работе 50 мм, 20 мм и 35 мм сигму, то есть объектив, который единственный в моей линейке, не Nikon. Вспышки, которыми я пользуюсь, это обычные SB900. Данные вспышки позволяют мне осветить ребят коротким точным импульсным светом и получить замечательные фотографии. На данный момент у меня 4 фотоаппарата. Это мой первый фотоаппарат Nikon D80, Nikon D700, Nikon D3 и Nikon D4 по хронологии покупки. Фотоаппараты, если честно, я не продаю, потому что всегда существует тот факт, что один из фотоаппаратов может выйти из строя. Заменить технику быстро с ее стоимостью довольно-таки проблематично. Стоимость всей моей техники составляет 500-600 тысяч. На мой взгляд, эта сумма оправдана, потому что все мои съемки довольно-таки ответственны. Если мы начнем касаться ценовой политики фотографий, то мы заметим, что начинающие фотографы строят свою цену от 10 плюс-минус 5 тысяч. Если же мы возьмем гуру наших свадебных фотографов, то в среднем эта цена будет в районе 30 тысяч плюс-минус 5. Для того, чтобы определиться окончательно с фотографом, я рекомендую посмотреть полностью весь материал свадьбы. И желательно даже, наверное, не одной. Тем самым вы сможете определиться, действительно ли фотограф работает с молодыми, как вам бы хотелось. Это цвета, это прогулка, это сама хронология свадьбы. Какие моменты фотографу более актуальны, какие неактуальны, что он выбирает для съемки. Если вам действительно нравится тот подход, который у фотографа, плюс личное общение, то его надо заказывать. Я Артем Грильев, и если честно, ребят, я хотел бы вам посоветовать, что каждая съемка вам приносила истинное удовольствие. И результат, который вы получаете от съемок, радовал прежде всего вас, ну и, конечно, ваших заказчиков. Свадебная прическа и макияж, салон красоты «Ля Санте». Костюм предоставлен магазином «Романа Бота». Все украшения предоставлены ювелирным магазином «Жемчуг». Съемки проходили в помещении кафе «Вкусный дворик».